Мастер и Маргарита В России его уважительно величали Иваном Ивановичем, хотя от рождения он был просто Витусом. По велению Петра Великого, капитан-командор Витус Беринг, датчанин на густарственной службе, одним из первых проложил для России путь в Америку. Русская Америка. У нас в гостях историк Наталья Петрова и писатель Валерий Хайрузов. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея Воробьевы горы, автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Валерий Хайрузов, выпускник Иркутского государственного университета и Бугрусланского летного училища, член Союза писателей России, автор книг и публикаций в том числе, «Приют для списанных пилотов» и «Воздушный меч России». Витас Беринг был далеко не первым, и то, скажем, начертание, которое дал будущего пути Петр. Он уже исходил из каких-то открытий, которые были сделаны к этому времени, но, к сожалению, Петр не увидел тех достижений, которые принесла экспедиция Витаса Беринга, и даже первая экспедиция, потому что она началась уже после кончины Петра, в 1926 году, первая камчатская экспедиция. И во время этой экспедиции тоже как такового открытия это новоизвестный факт не произошло, да, американский берег был в тумане, и тем не менее корабли туда приплыли, и, в общем-то, это действительно было очень важным таким морским открытием сам этот путь. То есть было выяснено, что существует этот пролив, названный ныне именем Беринга, что там могут проходить корабли, и уже когда вторая экспедиция Камчатская собиралась, то Беринга понял, что нужно силы иметь более масштабные. Одни будут проходить вот этим морским путем и будут заниматься, скажем, исследованием береговой линии, а другие будут уже строить корабли или, скажем там, на этих кораблях осматривать американский берег. То есть вот он понял, что эта экспедиция должна быть более масштабной. Собственно, она вторая экспедиция вот в 1733 году на двух кораблях Святой Гавриил и Святой Павел, в двух фрегатах, вот она уже была организована таким образом, более масштабным. Витус Беринг, мореплаватель, капитан-командор русского флота, по происхождению датчанин. Руководил первой и второй камчатскими экспедициями. Прошел между Чукотским полуостровом и Аляской. Достиг Северной Америки и открыл ряд островов Олиутской гряды. Умер в декабре 1741 года во время зимовки на острове, но не носящем его имя. Именем Беринга названо также море в северной части Тихого океана. Когда уже знакомишься с теми людьми, кто совершал эти открытия, кто плавал туда, то всех их, вот о ком сегодня пойдет речь, ну, начинаем с Дежнёва, да, даже не с Беринга, а с Дежнёва и Дежнёв, и Беринг, и Шелихов, и Баранов, и Рязанов. У них у всех есть нечто общее. Вот когда начинаешь знакомиться с их биографией, вот академик Берр, который исследовал жизнь, путешествия Беринга, написал монографию о нём, очень интересную фразу сказал о том, что вот если бы какой-то другой человек поплыл бы в эту экспедицию, ну, предположим, Пётр бы указал бы на другого, не на датчанина Беринга, а на кого-то другого, он бы не смог этого достичь, потому что вот только обладая возможностями, возможностями, способностями Беринга, вот только будучи такой человек мог это совершить. И когда знакомишься с биографией вот всех этих людей перечисленных, только такой человек мог это совершить. То есть вот то ли дальность расстояния, то ли необычность предстоящего, но привлекала людей необыкновенных, потому что все они, конечно, выделяются, каждый из них своим, но это действительно люди были необыкновенные, но блестящие. В советское время как-то история Аляски, она не то, что, так сказать, не приветствовалась, особенно ей не занимались, потому что вот продали и продали, да, и поэтому во многом эти данные, они стали достоянием общественности последние 15-20 лет в основном. И главное, что не очень приветствовалось, это вообще внимание к этой теме, потому что за ней следовало бы вопрос и вопрос и вопрос, а ответы на них несколько не укладывались традиционные теории исторические и догматы. Сразу же после продажи Аберихи, вот руководитель, ну, страны, скажем, они старались, в общем, не афишерить эту продажу, и они постарались сделать все, что это было забыто. И даже в словаре Павленкова, в общем-то, нет имен ни Шелихова, ни Баранова, и ни других людей, которые действительно не Беринга. Он упоминается, ну, как-то так скажем, очень, ну, один из тех людей, который совершил плавание к Америке. Будировать Аляску, это значит, в общем-то, это будировать общественное сознание Соединенных Штатов Америки. Мы купили, мы владеем, и вы, в общем-то, сюда не заглядывайте, сюда не ходите. Совсем недавно мы ездили в город Рыльск, были там, и когда, в общем-то, разговаривали с теми людьми, которые, ну, хорошо знают историю, гордятся историей своего города, своего края, вдруг такая, скажем, Георгий Иванович Шелихов, Коломб Российский. Вот, и когда мы зашли в музей, то первыми словами, то, вот, не забывай потомок, что рост твой предок и на Востоке громок. То есть, человек, который проявил свои таланты не только в купечестве, там, предпринимательстве, но и как государственный деятель. Судьба Шелихова, которая здесь начиналась, вот этот подход уже существует. Ну, собственно, зачем ему надо было туда ехать? Ведь не только же мотив личного обогащения им двигал, ведь он же уже был, в общем-то, человеком достаточно богатым. А риски были огромные, какое обогащение, можно было просто не вернуться оттуда. Да, что, собственно, и происходило. Беринг-то у нас погиб во время экспедиции. Надо посмотреть на карту, и какие расстояния, скажем, вот от Москвы до Иркутска 5000 верст. Нет никаких ни дорог, ничего. От Пятопавловска-Камчатского еще 5000 верст. От Пятопавловска-Камчатского до Аляски, где столица, там, Ситха и Новоархангельск, еще 5000 верст. Расстояния огромные были. Ну, в общем, так скажем, испанцы гордятся испанцам, там, итальянцы гордятся Колумбом. Он переплыл Атлантику первую. Расстояние огромное, где-то около 5000 километров, там, по тем временам. Русские землепроходцы прошли это расстояние по бездорожью, не имея ничего, так скажем, имея всегда, в общем, перед собой суровую зиму, где надо было переночевать. Вот. И это 15 тысяч километров, а может быть, даже еще и больше. Потому что прямых дорог, как естественно, это я по прямой говорил, а прямых дорог не было. Вот. А о том, что, скажем, первым был Беринг, вот, Валентин Григорьевич Распутин, наш, в общем-то, земляк, писатель, вот, ездил в устье Интигерки. И там, оказывается, есть поселение, которое, в общем, еще было основано новгородцами. Сохранился язык тот, сохранились обычаи, сохранились очень многое из того, что они как-то в замкнутом пространстве жили, и, в общем-то, все это сумели сохранить. Так вот, есть, в общем-то, свидетельство, что первые русские появились задолго до Беринга, до Дежнева, на Аляске. Есть точные данные, скажем, вот, есть археологические, скажем, находки, которые подтверждают перестельные граммы на Новгородске. Да, это вот, скажем, 9-10 век, уже существовало грамма-то, существовало. Вот, на Аляске находят медные таблички, скажем, о том, мы выплавляли там медь, вот, вот, и этим занимался каргопольский купец Александр Баранов, и не только, да, и до Баранова этого делали. То есть, мы пришли не просто туда, как, скажем, вот, пришли, посмотрели и ушли обратно. Пришли туда надолго, как тогда казалось. Вот, и занимались всем тем, что, в общем-то, занимались и в Каргополе, и в Рыльске, и в Иркутске. Ну, вот, все-таки не каждый мог отправиться в эту экспедицию, говоря о Шельхове. Все-таки эти люди были в хорошем смысле авантюристы. Не легкомысленные авантюристы, так вот, в своих собственных целях, а для этого должен быть определенный склад характера. Ведь он же мог бы и остаться в Рыльске, и там разбогатеть. Его пригласили управляющим, и он в 1773 году оказался в Иркутске. Он уже пройдет гигантское расстояние. Но он и в Иркутске не успокоился, и когда снаряжалась экспедиция вот туда, по распоряжениям Екатерины Второй, на Курильские острова, он даже вступил в несколько торговых компаний, думая о том, что вот, конечно, об обогащении. Он бы не был купцом, если бы он не думал о доходах. Если бы он думал только о том, чтобы попутешествовать, он бы, наверное, был купцом. А что искали? Какие доходы? Зверь? Самым доходом пушнина. Да. Вот он там и выяснил, в Иркутске, что не приносит ничто такой доход, как торговлю пушным зверям. За одного колана, шкурку колана, давали два, это 50 первосортных соболей. Вот. И около 500 белок давали там, скажем, и 200 лисиц давали. Поэтому, скажем, эта торговля сразу, в общем, приносила большие доходы тем, кто этим занимался. Ну, колана вот добывали там, на Оливудских островах. Причем очень интересно, я вот уже об этом не знала, не так давно прочитала, о том, что колана, ну, это был настолько редкий пушной зверь, вот, его не просто абы кому продавали. Но китайцы с удовольствием покупали колана в обмен на чай. Они вот обменивали, там, может быть, даже какая-то меновая торговля шла. И было это очень выгодно, покупка чая в обмен на колана. Но, как это полагается, промысловики, конечно, настолько его истребляли, что буквально через короткое время голове коланов сократилось, вот, когда начались эти экспедиции. Но Шельхов был, безусловно, человеком высшей степени предприимчивым. Вот меня, например, удивил один факт. Он, когда отправился на Оливудские острова в 1780 году, он снарядил корабль, Святой Павел, и на этом корабле он приплыл на Оливудские острова, и вот здесь вот сметка торгового человека. Зачем мы там корабль? Ему нужно свое собственное дело открывать. Он продает корабль, приличную очень сумму, 74 тысячи рублей, и заводит свое собственное предприятие уже. Вот не как, скажем там, управляющий чей-то там Голикова, а вот заводит собственное дело. Ну, такие данные как бы есть, что Шельхов до этого времени не очень преуспевал, даже когда-то разорялся. А вот продажи этого корабля уже там, он понял, что на эти деньги он сможет приобретать пушнину, перепродавать, и таким образом вот его состояние, собственно, и будет создаваться. Что и произошло. Надо говорить, что Шельхов все-таки еще и государственник был. Да. Встреча с Екатериной, когда он целую программу принес освоение вот этих земель Русской Америки. Вот, но она не поняла его, или, в общем-то, она боялась столкновения с Соединенными Штатами Америки. Вот, как раз там произошла, в общем-то, война за независимость, и поэтому Англия упорно домогалась, чтобы Россия послала туда своих солдат, но Екатерина на это дело не пошла, но она отказала и Шельхову. Ну, чтобы, видимо, не портить отношения дальше с Англией. Он просил, в общем-то, у нее там деньги, сначала 500, потом 200 тысяч рублей. В конечном итоге она ему подарила свой портрет и шпагу, который стоил 85 всего рублей. Ну, он, кстати, это другой, в общем-то, после этого такого для него, в общем-то, неожиданного и, главное, неприятного разговора. Вот, с ним был, нет, не такого был Шельхов. Он, в общем-то, вернулся обратно в Иркутск и, более того, скажем, развернул свою деятельность таким образом, что у него была целая программа по освоению там Словороссии. Да, новую столицу собиралась. Новость Словороссии, да. Новость Словороссии, да. Присоединение там и Курилы, и Аляски. И, вы знаете, вот этот вот государственный подход. Не настрелять каланам, продать в Китае, до свидания, а строительство судоверфий. Ну, он спросил, ну, зачем ему судоверфий, да? Значит, строительство кораблей, освоение пахотных земель. То есть, вот мы пришли всерьез и надолго. Вот, он представлял себе, что эта территория может быть освоена. Каким образом? Если люди будут там жить постоянно, значит, надо строить дома. Если это будут наши члены, там, служащие компании, значит, это будут семьи. Ну, потому что это не на один день они туда приезжают. Если будут семьи, значит, нужна школа для детей. Значит, нужны священники, потому что, как вообще жить, если там не будет трава. Житья на Кензе много интересного написано. Вот, это действительно программа освоения земли. Вот, мне кажется, здесь тот самый вопрос, который в последнее время часто обсуждается. Это роль России по освоению этой территории. То есть, как можно расценивать, как завоевание земли или как мысли о ее развитии. И надо сказать, что вот в последнее время все чаще появляются статьи, где роль Шелихова и Рязанова, и Баранова расценивается как отрицательная. То есть, ну, вот завоеватели, которые ничего не дали, выкачали оттуда все. Но, вот если внимательно посмотреть, то, конечно, купеческий подход был, доход был, прибыль была огромная. Но и очень много положительно делалось для освоения этой земли. Ну, и выгода для государства, конечно. Что он об этом никогда не забывал. Поэтому, когда свою книгу писал Шелихова, он написал «Странствование по, как она называлась, российского купца Григория Шелихова «Странствование по Восточному океану к американским берегам». Вот, он как раз и пункт этой программы тоже там присутствует. И вообще широта его мышления поражает. Он, например, придумал, что должна быть дорога. Дорога из европейской части России на восток. Начертил ее на карте. Она практически полностью совпадает с современным БАМом, с Байкало-Мурской магистралью. Самой южной точкой продвижения русских первопроходцев вдоль Северной Америки был Форт Рос. Европейское поселение и крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Форт был основан служащим российско-американской компанией Иваном Кусковым в сентябре 1812 года и функционировал до 1841-го. Форт создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. Также российско-американская компания уделяла большое внимание промыслу и торговле пушниной. Мы еще имеем другой источник. Это житие святых, в частности, Иннокентия и Германа Аляскинского. Иннокентия, потом будущий метропорит московский. И там есть удивительные вещи, которые описывают, как они крестили алиутов, как они с местным населением работали. Ну, вплоть до смешного, что описывались, как себя ведут они на службе, что вот они пришли, встали и не двигаясь на одном месте, и когда потом уходят, и две вот таких, два отпечатка. Можно сказать, сколько пар ног, столько было алиутов на службе, на литургии. Да, это удивительно. Вениаминов, когда туда, в общем-то, попал, он понял одно, что надо, в общем, для того, чтобы местные, как он говорил, туземцы, поняли суть Христового учения, надо вести это учение на том языке, на котором они говорят. Это надо жить с ними. Да, это надо жить с ними и говорить на том языке, на котором они говорят, вести эту службу. И, конечно же, это, ну, скажем, и алиутам это очень импонировало. Вот, они его считали совершенно своим, и с удовольствием, в общем-то, они приняли эту веру православную. Мне поразило это соотношение цифр. Когда РАК, то есть российско-американская компания закрывалась, когда продавали Аляску, то нужно было смотреть, там, компенсация, потому что было акционерное предприятие, значит, сколько там дивидендов выплачивать. И цифры, вот я посмотрела, сколько было служащих компаний русских, и сколько было алиутов крещеных. Они только крещеных, значит, написали христиан. 12 тысяч крещеных алиутов, и 800, там, где-то с небольшим, там, 820, по-моему, один служащий российско-американской компании. Представляете, какое соотношение, да? Вот, и здесь в связи с этим вопрос, так вот, что же все-таки это было такое? Это благо или это вред для этого населения, существования этой компании, вообще проникновение русских на этот материк? Ну, это, конечно, действительно нужно рассматривать в общей такой мировой практике освоения, да? У нас там то, что южнее, плантационное рабство и все остальное. И не оправдывая здесь, вот, читаешь, когда записки о том, как относились к аюрам, как относились первоначально к алиутам, вот, первые торговые компании, которые еще до российско-американской основывались. Ну, конечно, эксплуатация, да, и солдаты с ружьем, которые гнали на этот промысел. Но в то же время, вот, если мы посмотрим, например, сравним негра, который работает там на табачной плантации, и алиута, который занимается промыслом, калана, то они очень будут сильно друг от друга отличаться. Ну, во-первых, раб на плантации, он целиком полностью зависит от своего хозяина. Вообще все, в жизни его существования, алиут получает ружье. Или там, так сказать, ему дают, или он, каким-то образом, так сказать, в аренду уберет. У него есть своя лодка. Он достаточно свободен и независим. Понимаете, вот, все-таки это сравнение идет уже в пользу алиута. Сам промысел, он, как бы, совершенно особое, ну, скажем, положение этого человека. То есть, в этом сравнении между негром на плантациях, там, табачных, и между алиутом, который на промысле, все-таки... Ну, это не квалифицированный труд, а здесь ремесло. Да, которое делает его достаточно свободным человеком. Потом вот это вот сравнение. Русских очень мало. Здесь даже обычный, ну, скажем так, политический расчет должен был говорить о том, что не может быть эксплуатации очень жесткой. Можно просто погибнуть там. Это количество алиутов соберутся, поднимут восстание, и эти 800 служащих будут просто перебиты мгновенно. На этими самыми ружьями, которыми бывает калам. Справедливости, ради надо сказать все-таки, что столкновения с местными были. Были, да. Даже была война 1803-1805 года с калошами. Не с алиутами, а с калошами. Да, с индейцами. То есть, не было все так безобидно. Вот уж если, так сказать, приглашается... Калоши были там, скажем, такой главенствующей нацией. И вот, когда пришли к племеням, да. И, конечно, они над алиутами, в общем-то, держали верх. И поэтому они, в общем-то, старались сохранить те привилегии, которые существовали. И не отдавать бледнолицам, которые пришли с Востока. Вот. В этой войне, которые, скажем, да, действительно были потери среди алиутов, очень большие, так, потому что они составляли основу армии. Вот, как это ни странно. И у русских были. Но подстрекали их, как это ни странно, американцы к этим вот действиям. Потому что они, в общем-то, не хотели, в общем-то... Ну, каждый свои цели преследует. Вот. И вот в отношении к историкам, скажем, к этим вот событиям. Одни говорят, что, да, действительно, мы пришли так же огнем и мечом, как и это делали американцы. Вот. И есть такой Казимир Валишевский, историк, который говорил, что описывая историю, скажем, ну, и Ивана Грозного и прочего. Он говорил о тех злодеяниях, о том, в общем-то, как все это у нас происходило. Но он в конце, да, всегда добавлял. А в это время на Западе сравнивая, что происходило на территории Российского государства, и что там происходило. И сравнение явно не в пользу, скажем, тех людей, которые ориентированы на Запад. Взять, скажем, французскую революцию, сколько там погибло, и с теми потерями, которые принесло Московское царство во время Ивана Грозного. Вот. Покорение Америки, скажем, а что происходило, когда наши, скажем, мы пришли на Аляску, в это время происходило с теми же самыми индейцами, которые владели североамериканским континентом. Далеко не все эти алиуты под ружьем работали. Многие были свободными людьми, которые нанимались. Ну, так вот, вольно-наемные были сотрудниками компании. То есть не только из числа русских были сотрудники компании, а из числа алиутов. И вот я нашла фрагмент, ну, такая известная инструкция Баранова, которую пишет своему помощнику Кускову, Ивану Кускову, основавшему Фуртрос. Здесь как раз в этой инструкции подчеркивается, что отношение должно быть все-таки гуманным. В отряде всей экспедиции, вам порученной, обо всех находящихся людях, русских и алиутах, иметь всевозможное человеколюбие и крайнее благопрезрение. Ну, то есть вот смотреть и гуманно относиться. Ну, конечно, эта фраза, раз она присутствует, раз она подчеркивается, доказывает еще то, что было и негуманное, и к русским, и к алиутам, которые работали. Но стремление было вот такое. И, кстати говоря, вот роль миссии, значит, и в ламских монахах Германа Аляскинского, и святителя Иннокентия, она и заключалась в том, чтобы эти отношения были христианские, то есть человеколюбивые. Вот это еще одна причина, почему все-таки следует отличать колонизацию русской Америки от каких-то иных действий колонизаторов. Вот это еще один фактор, который тоже влиял на достаточно, в общем-то, человеколюбивое и гуманное отношение к этому населению. То Россия, она двигалась в разных направлениях, и те же экспедиции параллельные, ну, не параллельные, а там они были, Крюзенштерн, Алисянского, на юг, вот эти вот плавания, и это была нормальная, это была естественная политика Российской империи, продвижение. И, конечно, не только это была государственная политика, но и были вот мужи ответственные, которые понимали это и, может быть, брали на себя какую-то инициативу. Хотя там были, естественно, и торговые интересы, но... Да, и личные выгоды, конечно, но смешно представить себе, что вот... Хотя вот Беринг-то, он же погиб, ничего лично для себя-то он не получил, он не купец был, но вот на карту после его второй экспедиции более 200 географических названий нанесли. То есть это действительно такой вот... А Николай Петрович Рязанова тоже ничего для себя не получил? Более того, даже, скажем, вот, будучи фактическим руководителем первой кругосветной экспедиции, вот, все лавры достались Курзенштейну Лисянскому, вот, а он, как известно, в общем, возвращаясь обратно по посуху, умер в Красноярске. И только вот как в последнее время стали о нем, в общем-то, вспоминать благодаря историкам, энтузиастам там, и людям, которые любят отечественную историю. Вот, в Красноярске ему поставлен памятник, и появились книги, которые, в общем-то, и не только книги, есть вот рок-опера «Инона и Ось», вот, и Андрей Вознесенский, в общем, поэтическим своим словам постарался описать такую, в общем-то, необычную любовь испанской девушки и командора Рязанова. Николай Петрович Рязанов, государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук. Один из учредителей российско-американской компании. Инициатор первой русской кругосветной экспедиции во главе с Иваном Федоровичем Крузенштерном и Юрием Федоровичем Лисянским. 27 июля 1803 года Рязанов отправился с экспедиции в качестве полномочного посланника с поручением установить торговые отношения с Японией. С сентября 1804 по апрель 1805 Рязанов находился в Японии, однако цель его миссии в Японию не была достигнута, препятствовало японское правительство. Посетив русские поселения в Америке, Рязанов через Охотск вернулся в Россию. Он скончался по дороге в Петербург в марте 1807 года. Тот же Рязанов, когда понял, что дела в Америке плохи, что она буквально, в общем-то, на краю гибели, он покупает два корабля и он на оси. А инона он купил, а оси они построили, брик. Но плавают только на иноне. И когда они купили у американцев, то оказалось, что парусина, паруса, который сделан на Ярославской мануфактуре, хотя мы сам он сделан в Америке. И приплыв, когда туда, в Сан-Франциско, к испанцам, он обнаружил, там есть его записи, что дома без стекол. Что цивилизованная страна, это одна из крупнейших европейских держав того времени, Испания была. И что, в общем, многое увидело, что русские могут многому чего научить испанцев. И испанцы это тоже понимали. Испанцы тоже понимали, потому что и металл там, и другие, то же самое Вениаминов, когда приплыл туда, он сделал для них, вот это называется, музыкальный инструмент, на котором им очень понравилось, когда наигрывал Камаринскую. Он потом даже по этому поводу писал, что интересно, как они будут пропорядить службу под русскую народную песню в Камаринске. И они попросили его, чтобы он сделал. То есть, даже обыкновенный, скажем, наш священник, он мог делать такие вещи. У него святитель Наките был необыкновенный священник. Да, ну это да, действительно, он многое мог, он мог и починить часы, мог, в общем-то, и печь сложить. Это тот результат, который он достиг, уезжая в Саналашке, все население крещённое. И многие те русские, которые там, в общем-то, достигнув Америки, они обладали очень многими такими качествами, мастеровыми, чтобы могли все, они буквально, поскольку та дорога, которую они, в общем-то, преодолевали, это не где-то там какие-то мастеры, это были курсы или еще что-то, а жизнь заставляла их, в общем-то, владевать всеми ремеслами, которые они туда принесли. И они передавали их. Передавали местным местным населением. Еще многое и обучалось, ну, такое вот, конечно, взаимное было обучение. Алиутам, понятно, но еще и испанцам, в общем-то. Ну, да. Когда я увидел, что они шкуры были, взрывают землю, он тогда сразу быстро Рязанов подсчитал, что, скажем, перевезти их туда, на Алиуты, обработать и в Китай продать, это будет сразу же огромная эта новая прибыль. То есть и купеческий такой, скажем, материальный интерес присутствовал здесь. Русская Америка – это сегодня уже больше символ. Конечно, так никто не говорит. Это имеется в виду вот то, что теперь называется Северной Калифорнией и штатом Аляска. Но это же были еще огромные вот эти промысловые прибрежные воды, которые кишили. Да, кстати говоря, в начале 19 века даже заключили договор между Англией и Северной Калифорнией, но вот главным образом между Англией, чтобы разграничить воды Тихого океана, там при Александре I, по-моему, там в начале 19 века их подписывали. Компания Гузонова залива и вот эта русско-американская компания была. Да, поскольку уже тогда было понятно, что это очень прибыльное дело владеть этой акваторией и довести промысел. Так что это была богатейшая территория и это давало очень большую прибыль. Когда РАК закрывали, то там, по-моему, 15, сколько, я уже не помню, цифра у меня где-то это была записана, сколько ежегодно, за это время, сколько поставляли пушмины, на какую сумму и на какую сумму присылали обратно продукции. И надо сказать, что это совершенно не соответствовало. То есть то, что посылали... Дивиденды выплачивали компаньонам до 1888 года. Это до 20 лет после... Да, 15 миллионов рублей за время существования российско-американской компании с 1806, то есть не с момента ее основания, не с 1799, а с 1806 по 1818 поступила пушмина на 15 миллионов рублей. Это вот в Россию, ну, собственно, это и так Россия, но в Главное управление, в Иркутске, потом в Петербурге. А из России товаров поставили только на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Надо сказать, что город Кяхта, который расцвел, как вроде бы на торговле чаем, вот, ну, у китайцев покупали чай, шелк, там, и другие товары, а поставляли именно пушнину с Аляски. И это было очень выгодно торговле с двух сторон. Надо еще сказать о том, что, скажем, ну, русские не просто там, а ведь они еще или исследования там территории, обнаружили железные руды, медные руды, золото уже, и начали уже добывать. То есть Аляска – это очень богатая территория, вот сам полуостров Аляска. Мы еще, в общем-то, не знали, что вот эти недра хранят в себе еще и нефть. И вот последнее, скажем, вот это разграничение. То, что мы уступаем, мы уступаем до сих пор, это совершенно ясно всем. Когда был заключен вот этот континентальный шельф был отдан Соединенным Штатам Америки. Это известно, как, в общем-то, в основном, в будущем вся добыча нефти будет идти именно на шельфы. Вот, и поэтому уступки Соединенным Штатам продолжаются, продолжаются до сих пор, скажем. Продали мы тогда и продаем сейчас. С 1799 по 1867 Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением русско-американской компании. В декабре 1866 года в Санкт-Петербурге состоялся специальное совещание во главе с Александром II. Все участники одобрили идею продажи Аляски. Территория площадью свыше полутора миллионов квадратных километров была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом. Пять лет спустя на Аляске было обнаружено золото, а в 1896 году здесь началась настоящая золотая лихорадка. До сих пор в общественном мнении существует такое вот непонимание, зачем, почему, кто допустил, как. И вот эта вот обида за неправильное, за неправильное и антигосударственное решение, причем оформленное по всем нормам международного права, оно вызывает вопросы. В популярных песнях тут известных групп присутствуют эти мотивы. Мы подходим к решению. Все-таки к моменту закрытия кампании и факту продажи нужно было это обосновать. Кто занимался обоснованием решения императора? Председатель Государственного Совета Великий Князь Константин. Вообще инициатива исходила в решении этого вопроса именно в таком виде, в котором был решен, от Великого Князя. Он был главным инициатором этого. Ну, плюс еще русский посланник в Соединенных Штатах. И госсекретарь Соединенных Штатов. Вот, собственно, три человека, которые именно такое решение вопроса. Но легитимность этому придавала решение Государственного Совета в присутствии императора. То есть все было законно. Но вот вы говорите, что в общественном сознании вопрос недоумения. Но когда начинаешь знакомиться с фактами происходящих событий, возникает еще больше недоумения. Было верно, что компания является фактически банкротом. Сидит на шее государства, от нее одни убытки. Но вот уже Валерий Николаевич сказал, она в 1867 году была продана, значит, Русская Америка, Аляска. А дивиденды выплачивала еще лет 20 своим акционерам. Поэтому, если бы она была настолько разорившись, откуда были бы эти средства? Компания действительно имела финансовые затруднения. Но финансовый крах и финансовые затруднения, как мы уже знаем, по нашим 15-летним годам предыдущим, это совсем не одно и то же. Поэтому компания вполне могла бы и дальше существовать, приносить доход. И причин для закрытия, скажем, какого-то свойства, например, внутриполитического, не было. То есть компания не разоряла государство. Более того, вот такое ее закрытие, в общем, достаточно стремительно. Более того, ни с кем из руководителей компании не советовались. И то, что на государственном совете будет приниматься такое решение, руководители компании узнали после того, как было все решено. Их не пригласили, их мнение не спрашивали. Ну да, она акционерная компания, она не государственная. Принимается государственное решение о продаже территории. Но есть еще имущество компаний, есть люди, которые там работают. Есть дома, к которым там принадлежат частная собственность. Но имущество Русской Православной Церкви так и оставили, согласно этому договору за Русской Православной Церковью. Но были люди, которые там не один год прожили. То есть их судьбу решили на этом государственном совете. Но главное, что Россию лишили этой территории, которая приносила большую прибыль, большой доход. Объяснение было такое. Россия проиграла крымскую кампанию, восточную войну, крымская, как тогда говорили. Ей бы надо позаботиться об укреплении внутренних границ. И вообще в стране идут реформы, но не до Америки. Поэтому надо этой территории уступать. И вот насколько я всегда знала, как у нас учительные стфаки, для укрепления взаимоотношений с Соединёнными Штатами. Соединённые Штаты просили территорию продать. Начинаешь знакомиться с документами, читать. Соединённые Штаты территорию продать не просили. Более того, у них вообще было не до этой территории. У них только что закончилась гражданская война. У них шла реконструкция юга. Так же, как у нас шли реформы, тут свои бы внутренние проблемы решать. А здесь ещё нужно выделять деньги на эту самую территорию. И совсем не Александр Второй и не президент Соединённых Штатов были инициаторы. Нет. Более того, их нужно было убеждать и одного, и другого. И когда выясняешь, так вот, значит, Россия, эта территория, нужна. Людям, которые служат в компании, служащие и владельцы компании, компания нужна. Выгоды от существования компании велики. Главы государств не ратуют за это. Возникает вопрос. Денег у американцев нет. Да, денег у американцев, вот так вот, чтобы разбрасываться, сколько там, 7 миллионов 200 тысяч золота. Это в пересчёте на русские рубли, доллар тогда был рубль 20, с чем-то там, 26, по-моему, копеек. То есть в пересчёте на рубли это было там 11 миллионов, там с чем-то, да. Но для американцев тоже была сумма очень немалая. И Конгресс там полтора года, во-первых, принимал решение, утверждал, вот они не горели желанием эту территорию приобрести. И возникает вопрос, тогда почему? И ответ тоже лежит на поверхности, в общем-то, понятно. Ничто не меняется в истории. Значит, кто-то конкретный был очень заинтересован, чтобы это решение прошло. Заинтересован за вполне определённые деньги, которые он и должен был получить из этой самой суммы. Кстати говоря, сама компания вот от продажи русской Америки, насколько я знаю, ничего, почти ничего не получила. То есть вот эти 11 миллионов, компании, по-моему, там меньше миллиона, 900 тысяч досталось. Да и то, подсчитали, что компания была убыточной. Ну, действительно, там были долги, ещё оттуда вычеркнули, и в результате там, по-моему, 300 тысяч только они получили. То есть компании даже не компенсировали то, что она потеряла. Это же была акционерная компания, не государственная. Ну, и судьба вот этих денег, я тоже пыталась найти информацию, потому что вот по одним данным, то, что ты прочитал там на одном интернет-сайте, там была статья, где было рассказано, что якобы этот корабль, который плыл в Балтике, затонул с золотом. В конце воду. Да. Вообще, и было ли золото? По другим данным, вот то, что я читала статью не так давно перед передачей, там было сказано, что всё-таки часть этих денег доплыла до России, и их получили. Ну, словом, история тёмная. Я думаю, что это не единственное тёмное пятно в международных отношениях с продажей различных территорий. Хотя бы за последние 15 лет, которые так не сильно шумно нам рассказывали, но тем не менее эти события происходили. И тоже возникает вопрос, почему бы это вдруг эти территории стали продавать или отдавать, просто уступать. Ну, не запросто же так. Есть письмо одного из активных участников продажи, Эдуарда Стекли, посланника в Соединённых Штатах, который был женат, кстати, на американке. Вот, когда вся эта сделка состоялась, он высказал в письме своему другу обиду, что император подарил 20 тысяч рублей всего ему за эту, хотя, я говорю, это, ну, скажем, те люди, которые присутствовали в этом тайном сговоре, они получили гораздо больше. Вот, и, в общем, он о нём после этого почти что ничего неизвестно. Говорят, что вот умер он в Париже, вне России. Его интересы России интересовали меньше всего, как мне представляется. Поэтому вот такие люди, в общем-то... Ну, вообще он был наказан уже во время переговоров. Он когда отплывал в Соединённые Штаты, вот как бы в 67-м году это решение было Государственным Советом России принято. А дальше он отплывал в Соединённые Штаты, попал в бурю, корабль разметало. То есть, он получил сильную травму, значит, во время этого кораблекрушения. Потом он приехал в Соединённые Штаты, так сказать, вместо своей службы. И там он получил травму ног, что-то там ещё произошло. Но Россия вся и всё население травму получило на многие века вперёд. Да, вот такая язва такая незаживающая. Тем более, что вот мы зря коснулись тёмных сторон этой продажи. Явно, что здесь кому-то было выгодно. Но, с другой стороны, те, кто вкладывал, и кто, кто платил, а тот, так сказать, пытался, кстати, американскими деньгами это всё сделать. Ведь одно было формально купить её, а потом её осваивать. Там, соответственно, были привилегии, там были определённые возможности. И туда хлынули попозже капиталы. И потом мы видим, что Аляска – это один из процветающих сегодня Штатов. Много довелось 20 лет тому назад бывать на Аляске. И я могу одно сказать, что, скажем, в бухе проведения всё как было, скажем, 30-40, может быть, и 100 лет тому назад. Вот, перелетев всего час в город, ну, маленький такой город с населением в 3 или 5 тысяч человек, я увидел, что совершенно нормальные дороги, что совершенно нормальные гостиницы, там, скажем, по сравнению с… Такие, какие, в общем, даже, может быть, и в Москве нет. Вот, и естественный вопрос, что, скажем, неужели мы, в общем-то, не можем точно так же, скажем, освоить те территории, которые у нас есть. Вот, климат совершенно за это, ну, скажем, как в Подмосковье, растёт берёза, осина, сосна, а на Чукотке климат всё-таки потяжелее, посложнее. Вот. И, вот, видимо, скажем, вот, освоение, скажем, этих территорий, три потока столкнулись. Один поток – это российский поток, второй – испанский и американский. Самым, скажем, вот таким более предприимчивым и сильным оказался американский этот поток. Вот. Плюс к тому же, в общем-то, всё время подчёркивалось, что малочисленность населения, вот, русского населения, которое существовало там, в тот момент проживало на Аляске. А вся система, которая крепостническая, она была, скажем, какой помещик отпустит от себя крепостных, чтобы они куда-то ехали. Это, вообще, доживые товары, доживые деньги, которые работают на него. Екатерина, ты была не права. Вот, первое, скажем, первое, те деньги, которые вас требовали, ну, не требовали, просил у неё Шелихов, они очень могли бы помочь в освоении Аляски, очень могли бы помочь. Второе, скажем, американцы недаром, в общем-то, очень высоко оценивают деятельность Рязанова. Они говорят, если бы Рязанов ещё, скажем, прожил лет 10, так, то возможно, что те территории, которые сейчас, как Аляска, как Британская Колумбия, они были бы российскими. Как всегда, в общем, говорят, Россия, в общем-то, не везёт в самый неподходящий момент. Вот те люди, которые действительно состоят, в любом деле существует такая, есть человек, который, скажем, предприимчивый, энергичный, есть и дело. Если нет этих людей, которые заняты совершенно другими вопросами, то и дела нет. Такие люди в России есть, и были они-то в большом количестве, которые, в общем, действительно вознесли славу России на берегах американского континента. После Баранова были управители, ну, собственно, владелец Аляски или как управитель Аляски Баранов. Были офицеры морские, им что-то удалось, то есть они поддерживали это, но, конечно, уже не так, как это делал Баранов. Потому что, я говорила, что, видимо, всё, что связано с Русской Америкой, ну, может быть, это и вообще любое такое большое начинание, требовало людей необыкновенных. Вот, начиная с Дежнёва, Беринга, это всё были люди необыкновенные. И Баранов тоже в их числе, и Кусков, основатель фонда Форта Рос, Иван Кусков, который тоже очень много сделал. Я, кстати, впервые узнала об этом человеке, когда рассматривала, ну, вот, известные такие иллюстрации к трём мушкетюрам Дюма. Всем известные. Их автор художник Кусков. Вот он потомок того самого Кускова. Да? Да. Он как раз рассказывал, и у него было много написано, нарисовано работ, создано для будущей книги, которая как раз была посвящена Форту Рос. Вот он как потомок. Вот и в последующей, скажем, вот, послевоенной нашей истории, когда уже стали складываться такие непростые отношения между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, вот, американские политики и военные говорили, тот, кто владеет Аляской, тот владеет миром. И это действительно было так. Когда мы запустили Гагарина, то те радары, которые стоят на Аляске, уже через 20 минут засекли этот, скажем, полёт, и тут же пошла шифровка в Белый дом о том, что, скажем, русские запустили человека в космос. То есть, отслеживать всю территорию, скажем, Советского Союза можно с тех радаров, которые существуют на Аляске. Так что, можно в этом отношении посмотреть на значение вот этих земель, которые мы, в общем-то, так вот уступили. Ну, получается так, что вот геополитическое значение этой территории вообще не рассматривалось. Или делали вид, как бы, что... Соответственно, были абсолютно просвещенные люди, понимали, что такое территория, что такое ресурсы, как они могут развиваться. Смотрели слишком далеко. И да, и они, возможно, не уговаривали. Ведь когда уговаривали Конгресс, там были аргументы. И в том числе и там и геополитические, и военные, и всякого рода. Было и всё-таки американцы, люди, прагматичные... Да, которые денег на ветер не бросают, если они потратили эти 7 миллионов долларов, сколько там, 200 тысяч, значит, они понимали, что они покупают. Кстати, в Америке это считается одним из успешных дел, которые не только там потом, вот, золотая лихорадка, Джек Лондон, всё это понятно. Но вот этот вот анклав американский на северо, там, значит, западе континента, ну, это... Зизюль, это бриллиант. Бриллиант, да. Ну, вот пока существовала Русская Америка в составе Российской империи, много было сделано и для России. Но не только вот прямая прибыль финансовая. И географические открытия происходили только благодаря тому, что эта территория нам принадлежала. Ну, а иначе как это осуществлять? Освоение Амура... Да. Это тоже всё было связано с существованием Русской Америки. Попробуйте, освоите течение Амура и вот побережье Охотского моря, если не будет Русской Америки. Как это... Те корабли, которые входили, скажем, они входили со стороны как раз Тихого океана. Конечно. Со стороны Петропавловска-Камчатского, а то с Аляски приходили. Все эти карты лосманские, которые создавались, они тоже, начиная с экспедиции Беринга, создавались. То есть это для России имело очень большое значение. Как осваивать Восток, не имея этого? Это фактически заслуга Муравьева Амурского, который помогал, которому... И святитель Иннокентий стоял. И святитель Иннокентий, который всю... Это люди государственные... Дальнейшую жизнь, передающую жизнь, он же прожил на Львовских островах. То есть он даже... Он сначала народился в Иркутске, потом там служил. Да, но на Алашке сколько лет прожил. Вот сейчас можно так представить, а какое бы положение было России, если бы не было Преамурия, не было бы этого Дальнего Востока, не было бы Амура у нас. Да, мы, скажем, с одной стороны, мы уступили Аляску. Но тем не менее, когда, скажем, решался вопрос присоединения Амура и Амурского края, то канцлер Неселероди говорил, что мы европейцы, нам в Азии делать нечего. Кстати, он сыграл свою роль и... Отрицательную. И когда, скажем, освоение Аляски и Русской Америки. У Нейдара у него прозвище было. Русский народ дает метки, прозвище Кисель Роди. Неселероди. Он так, кстати, по-моему, до конца жизни не научился по-русски говорить, хоть был министром иностранного отдела России. Есть такие люди, как Неселероди, есть как Витус Беринг. Да, который был датчанин на русской службе. На русской службе. И, кстати, у него вот там были разные интриги в его карьере. И, ну, как это обычно бывает, да, среди людей, успевающих, интриги. И он даже подал заявление об отставке и решил уехать. Петр сделал вид, что он принимает заявление, но никакого ухода не дал. То есть прошение. Но Беринг прошел год, никуда он не уехал. Потому что этот человек уже настолько, не только свыкшийся с Россией, но и послуживший Россией, он смысл своей жизни видел в этой службе. Хоть и был настранец по происхождению. Так что здесь дело не в происхождении, а вот как бы в том служении, которое человек для себя избирает. Что делать в Дании? Какие страны, какие миры открывать? А в России еще возможно было? А здесь несколько открылось. Сколько именем Беринга назвали? И именем, да. И сколько именем Баранова назвали? Ну, и потом такое чувство, такое качество, как благородство. Люди понимали, что потомки будут судить по имени, а не по капиталам и счете в банке. Хотя, и это тоже может быть интересно, но за деньги ты не купишь пыль, почти не купишь таких вот фактов, как пролив твоего имени, остров. И память, которая сохранится, сохраняется. Ведь в форте Рос существует музей Баранова. Где у нас в России музей Баранова? Покажи. В Анкоридже, музей Баранова, я был в этом музее. В Парти Росе там тоже. А у нас там, где у нас музей Баранова? Американцы сохранили все это. Ведь весь архив русско-американской компании был ведь тоже, в общем-то, не вывезен, а оставлен там. А это был богатейший архив. Да, и архив Русской Православной Церкви на Аляске тоже хранится в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Если почитать воспоминания о многих миссионерах, и, скажем, католической церкви, и о иезуитах, то судьба-то их часто складывалась печально, они погибали, изгоняли их, то есть далеко не всегда это были такие результаты. Вот святитель Накенди показал пример этой миссионерской деятельности. Высочайшего совершенно уровня. Я думаю, роль его в том, что острова Алиутские и Аляска, именно вот такова их судьба, ну, до продажи. В этом, конечно, его роль очень высока, и церковь в целом. Вот здесь вот это отличие восточной цивилизации. Может быть, вот от этого нужно отталкиваться? Ну, нужно тоже заявить и сообщить также, что в Америке сегодня существует, ну, раньше три, сейчас две, то есть русская и зарубежная православная церковь, которая объединилась с приходами русской церкви Московской Патархии, но всегда была, еще и сейчас остается американская православная церковь, которая как раз идет от Германа Аляскинского, первого просветителя, поэтому он так и почитается. Вот это та самая линия, которая может связать цивилизация и такое благостное влияние, положительное влияние. Вот когда читаешь современные работы о том, что вот эксплуататорский характер носила деятельность торговой компании, вот, но об этом как-то совершенно забывается, вот эта линия могла вообще быть по-другому. Ну и потом, а как можно было относиться к каюрам, там уже Шелихову, если в России было крепостное право, вот здесь, как бы, не нужно забывать в контексте, каких событий происходило. И все-таки движение было, и стремление было относиться к ним разумно и человеколюбиво, вот как писал Барана. Все равно, как сегодня современный человек, он не в состоянии в силу цивилизационных особенностей понять, в каких условиях это происходило. Ну, понимаем, ну как можно выйти из дома там без мобильного телефона, а недавно без рации, без карты, без каких-то вот приборов, медикаментов. И отправиться неизвестно куда. Неизвестно зачем. И представим себе вот там середину 19 века. Вот да, без карты без всего совершенно. Так сказать, карты были, но карта, которая у тебя в голове, это... Ну, со временем Беринга карта существовала, люди Жнев тоже немного сделали. Ну, я так думаю, что промысловики и там... Да, промысловики вряд ли, картами пользовались, алиутами, с картами. Но чертеж был, у каждого, конечно, чертеж был, потому что, ну, я просто летал, знаю, что ориентироваться на ту местность довольно-таки сложно. Она однообразная, наверное, ландшафт, да? Да, тундра это, в общем-то, и заблудиться там было, и тысячи случаев, знаем, что как это все происходило. И все равно поражает упорство, скажем, этих людей, которые все-таки шли, зимовали, снова шли, преодолевая огромные не только расстояния, голод, лишения, болезни. И все равно пришли, и я так думаю, все-таки, вот мы должны поклониться тем русским людям, которые все-таки совершили этот героический такой, я считаю, подвиг. И не только шли, скажем, а вместе с ними же и, в общем-то, священнослужители шли. Рядом были они совершенно, скажем, с Богом они шли. Ну, можно представить себе, вот идет караван, да, или экспедиция, или просто вот отряд. Ну, это, вот они идут, а тишина, во-первых. Ну, что, шумит там ветер, да, птицы поют, если там еще они есть. Это хорошо, если не зимой. Да, если не зимой. То есть, ну, и все. Ну, вот у Гончарова фрегата Паллада, значит, его там положили зимой в воске, значит, его положили. Вот, закрыли его, и он ничего не видит. Вот он едет в таком состоянии, как это, в куколь завернутый, да, откроет пурга. Значит, дальше проехали, откроет, закончилась пурга. Совершенно однообразный вот этот пейзаж. Это не один день он так ехал. Ну, вспомните Джека Лондона, когда он раз, вот это знаменитое белое безмолвие. И когда, вот так вот, скажем, действительно, самолет стоит, вот, огромный, вправо-влево, и впереди белое-белое простое. Ничего, никаких ориентиров, ничего абсолютно нет. Вот, как, скажем, найти правильный путь, даже при условиях современной навигации. Ну, здесь понятно, все-таки, конечно, есть там спутники, есть там, скажем, приборы, которые там и расстояние показывают, и курс тебе показывают. А тогда компас был, вот так вот, скажем, наверное, был, да? Нет, ну, компас-то, конечно, был. Компас был, да, так скажем. Ну, и когда начиналось северное сияние, там, скажем, компас начинал, в общем-то, так, к этому, скажем, ходить, что просто на него ориентироваться было просто сложно. А что? Да, и в руках у людей ведь не было там каких-то средств развлечения или каких-то там особо книг-то не было, были только священные писания, потому что книги тяжело. Это же груз. Лучше взять порох, пули, еду, там, что-то такое важное. Вино, чтобы согреться. Ну, надо сказать, что, скажем, потом, когда уже там эти поселения были, вот самым ценным, самым, это я читал, это подарком была книга. Те книги, которые привозили, и Баранов, скажем, сам писал стихи, оказывается, так, и не только он хорошо знал историю, и вскоре открытие Америки он назвал себя русским писаром. Поэтому человек, с которым, в общем-то, когда Рязанов с ним встретился, всего один конфликт был, там вот, ну, такой, в общем-то, и в конечном итоге, в общем-то, они подружились, он понимал значение, каждый из них понимал значение другого человека. В общем, было мало, но они умели ценить, скажем, вот, соотечественников, которые, так вот, скажем, пребывали туда. Ну, наша передача близится, так сказать, к концу, и я хотел бы попросить вас, как бы, ответить, ну, может быть, на один из таких важных вопросов. Что для сегодняшней нашей цивилизации, для понимания русского мира, в котором мы живем, в его уже таком планетарном понимании, что значит для нас, неважно, кому она сейчас принадлежит, территориально, имущественно, там, государственно, вот тот феномен Русской Америки, а это именно феномен. Для меня, для современного человека, это строители империи. Не империи, которые подавляют, эксплуатируют, а империи в самом лучшем смысле, огромной державы. Испытываешь гордость, да, безусловно, и испытываешь радость от того, что таких людей рождала земля, и таким было государство. Потому что все равно мы все родились в империи, империя в нас присутствует, и в нашей истории империя занимала огромное место. Главный смысл этой страницы аляскинской в истории России, как страницы, когда строилась, или там, кирпичиков, которые создавалась империя, как могучее государство. Если, скажем, разглядывать современную историю, то вот, казалось бы, совершенно обыкновенные люди, которые, скажем, мы считаем, что они обыкновенные, такие же, как и все, которые вокруг. А на самом деле, вот этот дух, который присутствовал, который помогал преодолевать эти огромные расстояния, тот душевный подвиг, который, скажем, они совершили, он присутствует и в современной нашей истории. Взлет Гагарина, простой совершенно парень, который, так скажем, вот, и именно, скажем, вот этот, скажем, каждый видел в Гагарине как самого себя, вот, он позволяет, глядя на тех людей, говорить, что мы много еще можем. Вот, и наша, скажем, история на этом не заканчивается ни с потерей Америки. Теряем и приобретаем. Вот. И приобретаем тупо ощущение, скажем, самих себя, то ощущение нашей русской истории, которая говорит о том, что она действительно история великая, и трудно поставить любую другую историю рядом с нами. Спасибо вам за беседу, которая сегодня у нас состоялась. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, встретимся через неделю. И, конечно же, продолжим наши экскурсы в историю, в национальную историю, русскую историю. В поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!